Теперь зачем мужчине зарабатывать деньги на семью? Понимаете, мужчина сам счастье не может почувствовать. Он, вернее, чувствует счастье и победу. Вот он, допустим, там заработал денег, там где-то устроился, там все сделал как надо. Я такой чувствую, я крутой как же. Понимаете, у мужчины главная проблема в жизни это чувство, что я не дотягиваю, то есть мне не хватает усилий, мне не хватает возможности быть сильным, успешным. Понимаете, самое главное страдание у мужчины в жизни это нет успеха, нет возможности, нет сил, нет влияния. У женщины самое главное страдание это нет гармонии, нет любви, нет близости, нет чистоты, нет гармонии, нет любви. У женщины главное это страх потерять гармонию и любовь. Это главное страдание это страх потерять вот это все, уют, гармонию, любовь. У мужчины главное страдание – это нереализованность в жизни, когда тебе не хватает возможности быть сильным, преодолевать, чтобы побеждать. У мужчины главное страдание. Теперь, как побеждается это страдание мужское главное? Вот, допустим, мужчина заработал денег, принес и просто отдал жене. Это опасно, конечно, потому что она наглеет, но когда близкий человек наглеет, это первая стадия перед воспитанием. Для того, чтобы начать воспитывать, надо всегда сначала побаловать человека близко. И так мужчина просто дает ей денег, чтобы замену. Если он не унижается перед ним, если он ведет себя достойно, просто отдал по-доброму, то вся любовь его, жена начинает чувствовать себя счастливой, начинает поднимать, целовать, вся любовь твоя. Ну, то есть, мужчина отдает что-то жене, жена отдает назад любовь. Ну, то есть, мужчина сам любовь не может получить, потому что женщину невозможно заставить любить. Но если ты свои мужские обязанности выполняешь, какая еще мужская обязанность? Это успокаивает жену. Женщина всегда успокоится обо всем. Успокаивает жену означает испытывать счастье. Жена успокоилась сразу, люди. Зачем ее успокаивать? Потому что жена всегда хочет, чтобы ее успокаивали. Такое приколение. Ее надо всегда успокаивать, всегда обо всем. Она всегда хочет, чтобы ее успокаивали. Надо постоянно успокаивать. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Примерно так. Ну, заставление успокаивает. Жена такая счастливая, ей не нравится. Это называется обязанность мужчины. Он такой надежный, говорит, всегда деньги твои, не волнуйся, все, я работаю. Вот. Не печалься, не прощайся, все впереди у нас. Она такая счастливая. Она не нравится с тобой жить, классно. Все, вся любовь твоя. Мужчина не может просто так взять любовь у женщины, ему надо ей что-то отдать. Надо отдавать то, что ей нужно. Женщина как служит мужу? Она заботится о нем. И так. Да, он хороший, да, он хороший. Я говорю, что учитесь вот упражнение такое. Что это? Там, ну, хорошо, там, ну, хорошо, вот такое упражнение. Делайте. Вот. Не обязательно там думать, что он хороший. Просто вот упражнение и все делайте. Я буду внешним. Он будет такой счастливый, он будет чувствовать, что у меня такая жена классная. Вот такая вот жена. Вот. Почему? Потому что вы забудетесь, да, вы хорошие, да, вы хорошие? Я себя обновил подальше. Первая стадия любви, послужение, означает выполнять свои обязанности. Вторая стадия любви, воспитание. Воспитание, воспитывая близкого человека надо. Не одна девушка подошла, говорит, Алик, иначе я все делаю, да, мы хорошие, там, заботились, он взял, ушел другой. Он говорит, что дело не так? Я говорю, вы только одну медаль очистили, одну половинку медали любви очистили, вторую не очищали. Он говорит, какая вторая половинка? Я говорю, воспитание. То есть надо воспитывать. А как воспитывать? Чуть-чуть увидела, наглеет, сразу мне сговорили. Сразу в соседнюю комнату. Ты служишь, свои обязанности выполняешь, близких отношений нет. Он говорит, а что такое, а что такое, а вот и что такое. Надо ему, знаете, как сказать? Я поняла, что та девушка, на которую ты вчера посмотрел, мне кажется, она красивее, правда, лучше. Он говорит, а что я хочу, но лучше. Да не, не, я так уж и пью. И пошла. Он такой, я говорю, я же, ну, что мне не смотреть, что тебе не надо? Ну, значит, не смотреть, что делать. Жене и все. Всегда нужно очень аккуратно воспитывать близкого человека. Допустим, жена сильно капризничает, допустим, все, заботишься, да, моя хорошая, но как бы так чуть-чуть подальше, не обнимаешь. Она, а что ты меня разлюбил? Нет, я тебе, да как, ну, конечно, я тебя не люблю, очень люблю. Я говорю, а что ты когда-нибудь обнимаешь? Я что-то боюсь, а тут вдруг ты опять обидишься. Ты угнулся и пошел. Ну, без пункта, я, конечно, боюсь просто. Когда-то, когда-то человек, не трудно тебя обнимать. Он тут меня покалявывает, чтобы что-то не страшно становиться. Все надо будет думать, как все еще. Только через любовь можно воспитывать близкого человека. Всегда шуточки и прибауточки. Понимаете? По-доброму. Есть разные ситуации. И всегда можно найти способ сказать что-то так близкому человеку, чтобы было смешно. Сейчас вам приведу отдельную историю. Вообще, вы глухохочетесь просто. Короче, я люблю одну сладость. Называется чизкейк. И мне подарили на день рождения чизкейк. Такой большой. Ну, а жена, она любит дарить подарки. Вообще, она любит дарить подарки. Ну, она сразу говорит, давай половину отрежем от один, друзья. Я говорю, давай одну четвертую. Остальное я съем. Ну, не на день рождения подарили. Она говорит, давай, я согласна, одну четвертую. И отрезает, короче, одну третью. Ну, она отрезает друзьям, типа, одну четвертую. Ну, чуть похоже. Получилось одна третья. Одна третья чизкейка ушла, короче. Потом, когда было утром, наступил обед. Я только в обед, как приемчики. На мне кусочек отрезал. Я съел. Вот. Потом дальше вечером пришли подружки. Половина чизкейка ушла сразу. Потом, на следующий день, я просыпаюсь. Такой, а, в обед открываю холодильник, чизкейка нет. Я говорю, а где два кусочка осталось? Она говорит, я чизкейк не люблю, но утром кушать. Ещё вот было. И я, говорит, его съела. Ну, больше ещё было. Что это сделал? Ну, это вообще для меня предательство. То есть, я бы мне подарили самый любимый чизкейк. Как бы я его сдал две недели. Даже мне кто-то подарил. И тут она мне один кусочек отдала. Остальное всё укрюпало с подружками. Она раздала. Замечательно. Супер, как у любовь. А любовь же через жуток. Никакой любви через жуток не пришло. Чёрт за ерунда вообще. Ну, такое состояние. Я помолился. Пришёл в себя. Принял судьбу. Прихожу к женёму. Начал рассказывать все подробности, что произошло. Она каталась по полу. От смеха просто так. Я рассказывал, как мне было плохо и тяжело. Что я потерял любимый чизкейк. То есть она уколяет вообще. Особенно, когда сказал, вот эту эмоцию передал, что типа, понимаешь, мне было кушать нечего. А я говорю, мне это писали, и я поэтому его съела. Так-то я и не хотела особо есть. Я когда это сказал, она вообще повалилась такая. Она это вообще не может. Через несколько дней приносят чизкейк, короче, стекла с подружками вместе. И я ел скотч-чизкейк сколько надо. КРИКИ